И все наоборот, и все наоборот. Музыка помогает забыть о хронических заболеваниях, как и развивающие игры, и хорошее, и интересное хобби. В этом уверены организаторы благотворительной акции, прошедшей в минувшее воскресенье в одном из детских клубов. Акция состоялась при поддержке фонда помощи детям с первичным иммунодефицитом в рамках программы «Яркий мир». Наши дети, подопечные нашего фонда, дети с заболеванием первичным иммунодефицитом и аутоиммунным заболеванием, они долго лежат часто в больнице, и моя задача делать так, чтобы им не было там плохо. То есть я придумываю программы, скорее как студии. То есть есть там программа арт-терапии, есть музыкальная терапия, есть программы художественные, кулинарные, всякие разные, чтобы они приезжали с регионов в основном, чтобы они занимались чем-то, не просто там им капали, потому что все это очень болезненно проходит. Цель благотворительной акции – собрать средства на лечение детей. Даром времени организаторы не теряли, сделали все для того, чтобы детям было интересно. «Мы сегодня организовали ярмарку рукодельных товаров. Очень многие откликнулись из родителей нашего центра, очень много родственников подключилось, друзей, и даже тех, кто совершенно для нас был незнаком. Чтобы было интересно детям, мы сделали мастер-класс, к нам приехали вообще уникальные такие люди, которые занимаются ЭБРУ, это рисование на воде, просто чудесное такое умиротворяющее занятие. Это скраббукинг, лепка из полимерной глины. Сейчас вот в данный момент проходит просто завораживающее событие. Дети и взрослые катают свечки из вощины. Свечи из вощины, проще говоря, восковые. Свечи готовятся в течение двух-трех минут. Один из ребят, Саша, рассказал и показал нашей съемочной группе настоящий мастер-класс. Сначала берется лист, потом, если одинарное распиливается на две половинки, и кладется на край фитиль, скручивается батончиком. А если двойная, тогда разрезается на две части, потом по диагонали разрезается от самого угла до центра, потом берется две такие пластины и также в лавиусе фитиль скатывается. Ты по ходу рассказывай, что делаешь. Сначала смещаю листы, чтобы когда свечка заворачивалась, она заворачивалась нормально. Так, потом вкладывается фитиль, сжимается, чтобы не отрывался, и начинается закатываться. Скажи, пожалуйста, закатывать сложно? Ну, смотря, если одинарная, мне кажется, закатываться будет просто. А если двойная, уже сложная. Для руководства клуба неважно, откуда ребенок. Многие дети вместе с родителями приезжают из регионов. Главное, это на время отвлечься от повседневных проблем и несколько часов не вспоминать о болезни. Гости мероприятия признаются. Принять тот факт, что у собственного чада хроническая и неизлечимая болезнь, совсем нелегко. Мне кажется, для начала нужно провести работу с родителями, немножечко социально адаптировать их. Работа психолога очень необходима в данном вопросе. А счастливый родитель – счастливый ребенок. Специально для детей, помимо мастер-классов, был организован досуг в игровой комнате и небольшое кафе. Участники акции надеются, что отзывчивых людей с каждым таким мероприятием будет становиться все больше. Илья Залевский, Александр Винченко и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...